здравствуйте дорогие друзья вы на канале этом channel короче сегодня хочу вам показать как я значит как я воссоздавал трек из фильма blade первой части 1 1 1 фильма когда неком закрытом клубе тусуются щелики какие-то под такую заводную техно музыку а потом выясняется что это вовсе не челики это вампиры и это значит закрытый диско-клуб и танцпол то есть рейв кровавый рейв потому что там в моменте включают значит вот эти сверху то что поливает водой но вместо воды там течет кровь и это кровь ополаскивает и обливает этих танцующих челиков то есть вампиров и там одного короче странника который думает что пришел типа на закрытую к эту вечеринку это уже обычный чел он понимает что блин это вроде не люди это вампиры и короче там на него нападают но в момент приходит значит появляется blade ну и там начинается короче кровавое месиво в общем если не видели фильм blade то посмотрите и вот этот трек он знаете он очень простой там буквально одна ну ладно две темы и буквально там всего две ноты но что зажигательная и что качает в этом треке так это сам ритм и грув и вот сегодня я хочу вам показать как я воссоздавал этот трек кстати вчера я выложил ю тубе видео как можно прямом лайве да значит то есть прямом эфире ну короче live session организовать в studio конечно я знаю что есть еще другой способ там специально какие-то автоматизации ставит и так далее но я пошел по старому методу это когда ты просто пишешь все дорожки в одном паттерне а потом согласно темпу и согласно размеру ты начинаешь включать выключать те или иные дорожки чтобы создать впечатление полноценного трека так вот давайте я вам покажу значит собственно из чего состоит сама тема почему такая качевая и остальные все партии покажу а потом включу этот треки прямом лайв сессии вам про демонстрирую и проиграю эту композицию и так давайте начнем так первая дорожка это сама тема сама тема я вам покажу вкратце из чего она состоит эта тема и так смотрите здесь выбраны два осциллятора они создают очень интересное звучание конечно здесь обработает обработан это все эффектами но основное это ритм который выглядит вот так так это тот тот этот тататататататататататата и там всего две ноты допустим берем до до и на кварту вверх а простите не квартал почему-то я кварту говорю нет не кварту терцию причем малую терцию то есть всего две ноты обычный интервал малой терции всего две ноты та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та то есть это минорные минорные трезвучие да то есть это там всего две ноты и играют они как первая часть ритмического рисунка идет на ноту да ну допустим да то может быть любая абсолютно нота вторая часть ритмического рисунка идет на но то скажем ми бемоль то получается вот так как это все можно сделать серыми я сейчас не буду вам показывать сам процесс какие-то делал но скажу что именно какие там настройки какие опции создают вот это звучание итак первое у нас друзья это ритм которые как видите сделан в лфон и это лфо привязана к ручке громкости осцилляторов смотрите вот без за это вода без без привязки к ручкам громкости звучит это вот так не похоже да то есть ритм на тот же но не похожа именно благодаря тому что очень быстро громкость наращивается и сразу же уходит в тишину создается вот это отрывчатое звучание дальше дальше пошли друзья дальше мы видим еще похожую значит картину ритма но это завязано это лфо завязано на фильтр готов и резонанс кроме того здесь я еще использовал макро ручку макро которая задвигает весь вот этот резонанс подожди а чё на не включена что ли не включена почему-то подожди должно быть включена вот эта ручка макро она задвигает фильтр вот туда вправо как вы увидели да если без этого каких-то моментов там в яме можно вот просто покрутив эту ручку если она у вас привязана скажем к миди контролеру или к кому-нибудь другому контролирующему устройству вы можете крутить эту ручку на живом инструменте и она будет соответственно управлять вот этим фильтром но здесь у меня она выкручена полностью вправо чтобы получить вот такой низкие с собами причем обратите внимание с низкий с собами звук то есть он по себе сам по себе этот звук выполняет и мелодическую функцию и функцию баса следующее это автоматизация через элы по на пич то есть на высоту ноты как я уже сказал всего две ноты до и ми бемоль да то есть малая терция и как это можно сделать смотрите в элы по 1 я создал вот такой значит вот квадрат наполовину то есть это половина такта это вторая половина такта теперь смотрите вот сюда вот сюда где у нас идет пич смотрите то есть сколько там получается полутонов до от доме бемоль да да диез до диез р р диез ну или тот же самый мебемоль то есть получается три полутона соответственно здесь в саммитонах выбирается 3 полутона но сейчас здесь другая другая цифра но это так имейте ввиду и у меня соответственно получается первая часть такта в одной высоте а вторая часть такта в другой вот собственно все что касается воссоздания этого самого мелодического инструмента с ритмом который постоянно на протяжении всей композиции он звучит и там даже он никогда не отключается но это уже по желанию можно во время live сессии там включать выключать и тогда идем дальше надо по поводу эффектов смотрите какие здесь меня стоят эффекты ну во-первых distortion он придает немного полноты звуку представьте себе звук он становится таким более плотным незначительно буквально там чуть-чуть можно здесь еще настроить то есть где-то в середине да в миде да мид составляющая спектра он становится более плотным окей дальше у нас идет вот такой вот ненавязчивый дилей вот без дела это будет звучать суховато подождите минуточку выключить а ребята стоп у меня также еще есть дилей да есть у меня еще один дилей валхала вот он тоже придает объема звуку и комнаты вот сам чистый сигнал видите делай очень ненавязчивый на одну четверть дальше есть реверберация хотя она у меня здесь почему-то отключена дает некий вот такой шум могут прислушайтесь такой бит беловатый такой шумок это будет не очень хорошо будет перекрываться другими инструментами поэтому я здесь кажется отказался от реверберации просто заменил реверберацию на делай и еще есть дела и значит вот здесь на 9 часов валхала дилей вот такой вот презент более расширяет звук да то есть мы слышим справа и слева эффект пинг-понга то есть более такой широкий звук получается ну вот собственно что касается темы и еще у меня здесь стоит эквалайзер который вырезает определенную частоту которая создает интервал с каждой из этих нот а именно вот прислушайтесь внимательно к звуку вот вы слышите только нижние ноты до да сейчас называется то есть вот этот вот интервальчик в самом звуке придает тоже определенную тело звуку придает то есть там мы слышим уже не одну ноту а две сразу и получается такой красивый интервал этот звук надо услышать вот вы слышите только нижнюю нижнюю часть звука а вы немножко приподнимитесь погрузитесь в этот звук и вы услышите в нем еще новый звук услышали и вот я конкретно эту частоту здесь вырезал чтобы она не была слышно но в принципе она может и остаться ничего страшного все что касается этого звука я рассказал переходим к остальным инструментом здесь в принципе много говорить не буду значит это идет обычный кик который играет в тон с темой вместе и и самое интересное то что здесь я вначале использовал сайчейн на музыкальную на на тему а потом от него отказался почему потому что сайчейн он вырезает группы и принципе здесь это не кстати вот смотрите сайчейн как более плотно звучит дальше идут вот такие открытые хэты этот самый момент когда идет вот представьте себе вы бежите и вдруг спотыкаетесь да вот вы равномерно там раз два три 4 бежите и вдруг раз два три то есть вот такой вот получается задержка или синкопа и вот эта самая синкопа вот она она образуется с помощью триоли кстати она присутствует в этом ритме дальше у нас идет это что это далее идут вот такие хэты кстати здесь у меня идет деление сетки на триоли ставим на 1 4 бит это обычные 16 таким неравномерным неравномерной велосити и дальше идут close хэты и вместе с этими close хэтами играют вот эти задержанные хэты то есть с триолями а в сочетании с open хэтами звучит это вот так ну вот на всех этих инструментов видите у меня идет посыл на один и тот же канал и они обработаны небольшой реверберации буквально вот такой вот небольшой реверберации чтобы просто создать ощущение комнаты ну вот и еще есть одна тема в этой композиции которая играет только на одной ноте и и воспроизводит вроде как человек но таким вот роботизированным с роботизированным эффектом вернее то наверное обработанный просто голос но и здесь вместо этого я использовал похожий инструмент как оригинальный звук то есть вот этот но немножко его видоизменил и тема это вот это обычная тема просто на ритмически немного отличается от основной помните да эту тему то да 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 вместе с ритмом идет да такая вот темка здесь я добавил вот такой фильтр форманты чтобы создать ощущение человеческого роботизированного голоса ну вот собственно все партии инструментов то есть всего как вы видите сколько у нас раз два три четыре пять шесть и восемь инструментов которые могут создать полноценную композицию и также в мастере у меня стоит вот такая обработка здесь вырезаны опять-таки та же самая частота которая вот создает вот это 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 то есть интервал вместе с основными нотами также немножко приподнял вот эту зону чтобы придать немного более кристаллизации нашим хэтом то есть высокочастотным инструментом но и здесь подрезаны немножко сабы да то есть то что дальше с обо ведет вернее то есть на шум и так далее но и здесь тоже верхние частоты вот такая обработка на мастер-канале и наверное нам всем интересно сколько же лувсов это все дает вот вы сами сейчас это все увидите сделаем вот так вот сюда немножко задвинем чтобы вы лувса видели ну что ж а теперь давайте попробуем в режиме прямой сессии попробуем проиграть этот трек значит здесь главное просто вовремя включать и выключать нужные нам инструменты сейчас я их отключаю включаю основную тему ну и погнали а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Надеюсь, вам понравилось В общем, если да, пишите об этом в комментариях Напоминаю, друзья, что у меня выходные, отпускные выходные Скоро они заканчиваются, как и сам отпуск И у меня же так много времени не будет на создание музыки На саунд дизайн и вообще на создание видео Так что, друзья мои, имейте это в виду Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите, что вы вообще думаете Понравилось вам или нет Что-то я уже начал повторяться Ну, короче, друзья, вы поняли На этом все Всем покедова До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok